в кредит миллион рублей что я сейчас нарушаю все законы до начале мужчины показывают свою лучшую версию ярослав ты идеальный это вранье видно что он нарцисс вообще не слушайте что мужчина говорит кому писать первой ну наверное это какой-то симптом вы начали мыслить по-другому можно ли писать первым мужчине есть разные теории первая теория это о том что мужчина завоеватель мужчина должен добиваться женщину если женщина пишет 1 это уже нарушение иерархии и это будет плохо влиять на будущее взаимоотношения потому что мужчина которого ощущение что его добивались он как будто будет недостойно себя проявляться по отношению к девушке ну давайте так кому писать 1 если есть какой-то мужчина который знать про вас не знает ну вот есть где-то на работе в других отделах до либо знакомые 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 либо в интернете кто-то вам понравился вы чувствуете какую-то симпатию потенциальный интерес и если вы не напишите 1 скорее всего это человек про ваше существование вообще не узнает поэтому выбирать между лучше написать этот мужчинам узнает про вас и возможно этого что-то выльется классная или не писать и он про вас не узнает по-моему ответ очевиден есть другой вариант это когда у вас какие-то взаимоотношения вы были на свидании или возможно даже были на нескольких свиданиях или возможно у вас был горизонтальный танец и после этого произошло затишье и вот здесь вопрос а можно ли в таком случае писать 1 это грамотно или неграмотно я считаю что ничего в этом страшного нет если вы напишите при этом я понимаю что я сейчас нарушаю все законы да то что говорят большинство психологов что это неправильно но я уверен что вы знаете случаи я точно знаю случаи семейных пар которые были много знакомы да то есть даже пробовали когда-то отношения и они прервали эти отношения когда они были молоды или у них что-то было какие-то снова же свидание или даже горизонтальный танец и потом произошло ей или ему не понравилось поэтому он она не пишет и потом снова они начинали общаться и это дальше оборачивалась в семью и в классные отношения поэтому я не вижу ничего страшного в том что когда женщина напоминает о себе когда женщина говорит эй алё я здесь или ой слушай ты мне интересен просто хочу чтобы ты знал об этом да мне бы было бы интересно продолжить общение а уже дальше эстафетная палочка передано мужчине дальше действует мужчина другими словами я не считаю что это красный флаг или запрет в каких-то ситуациях писать 1 или напоминать о себе при этом я точно знаю ситуации когда чего точно женщине не нужно делать ну например давать мужчине деньги или одалживать мужчине деньги или не дай бог брать кредит на свое имя на свои данные для того чтобы вместе отдохнуть с мужчиной потому что у него проблемы на работе ему неплохо было бы отдохнуть я например сегодня узнал про такой случай когда девушка взяла в кредит миллион рублей для того чтобы вместе со своим красивым парнем у которого депрессия слетать на отдых это ужасно но при этом написать 1 отвечая на вопрос я считаю что это абсолютно нормально вы скажете ой а есть мужчины которые считают что это плохо но давайте разберем а почему какие-то мужчины считают плохо нормальный мужчина у которого есть дела который не лежит на диване он может заработаться он может сходить на свидание сделать вот ой как-то женщина вела себя холодно наверное я и не интересен и так далее и поэтому чтобы избежать вот этих додумываний это нормально когда девушка может аккуратно напоминать о себе при этом если вы как девушка проведите происходящее в жизни что вам приходится всегда разный мужчины писать 1 и по-другому никак не складывается взаимоотношения с противоположным полом у вас но наверное это какой-то симптом которая говорит что как-то вы живете или как-то вы строите взаимоотношения с мужчинами не так и такого точно не должно быть хочу пригласить вас на абсолютно бесплатный онлайн-курс который называется мужчина честная инструкция по применению без драм и манипуляций первая тема это как перезагрузить непонятные отношения и нужно ли вообще это делать вторая тема это как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор и третья тема это как создавать по-настоящему счастливые отношения где один плюс один равно 11 это уникальный курс авторский то что вы там услышите поймете узнаете осознаете вы не получите ни в одной книжке и ни в одном платном курсе других учителей это увлекательный интересный курс без воды да я затрагиваю все эти темы для того чтобы поменять ваше мышление чтобы начали мыслить по-другому и ваше мышление новое приводило к вас к выгодным для вас результатом и к устойчивому благополучию поэтому прямо сейчас нажимайте по ссылке регистрируйтесь и до встречи на бесплатном курсе и я гарантирую что вы будете довольны тем что вложили в это свое внимание и время хорошая ли модель отношения где пара вкладывается 50 на 50 я думаю что это как религия можно ли сказать что это плохо или хорошо каждому свое далее можно искать что вот пиццы кушать это прям вот очень плохо а здорово образ жизни это прям хорошо для кого-то здорово образ жизни хорошо а для кого-то здорово образ жизни скажет мне это плохо я хочу есть бургеры и жареную картошечку поэтому нет оценки плохо или хорошо вопрос том какую идеологию вы хотите сами преследовать к чему вы хотите быть привержены да или что в вашем случае как вам кажется более благоприятно для вашей жизни при этом я вижу особенность что не все понимают нюансы кто-то скажет ну я за 50 на 50 ярослав я живу в германии и тут все мужчины такие проблема в том что понимаете ли вы последствия плюсы минусы такой модели потому что у любой модели 50 на 50 или когда мужчина ответственно за финансы а женщина занимается любимым делом от ее финансов не зависит отношения у любой модели есть плюсы и минусы и соответственные требования соответственно и ожидания ну например в модели 50 на 50 то что мы видим в европе девушки например многие не следят за своей внешностью да они могут быть очень неухожены они могут неряшливо одеты быть и в их представлении это нормальная история если мы говорим про те отношения где мужчина обеспечивает семью там наверно сложно представить что мужчина ответственны за финансы в отношениях женщина занимается любимым делом и при этом она уставшая там злая и неухоженная но как-то странно это представить и также есть другие нюансы поэтому отталкивайтесь от себя лично мне лично я не верю и никакие 50 на 50 это большая иллюзия и я считаю что есть сферы и у каждой сферы должен быть только один ответственный то есть там где 50 на 50 женщине приходится то есть она все равно работает больше она все равно занимается детьми она все равно убива убирает и все это никакой не 50 на 50 поэтому я за то чтобы где есть ясность который можно посчитать на калькуляторе вот мужчина который обеспечивает семью я это говорю не потому что это приятно слышать каким-то женщинам я искренне верю я знаю что именно только в такой модели мужчина развивает свою мужественность мужчина будет более счастливым и ни в каких 50 на 50 я не видел счастливых мужчин в моделях 50 на 50 как в начале отношений отличить нормальным мужчину от ненормального но не нормальный мужчин это кто считается давайте перечислим напомните в комментариях если я кого-то забыл упомянуть абьюзеры тираны нарциссы мужчины зависимы у которых вредные привычки зависимы от вещества от веществ каких-то либо от алкоголя либо все вместе нищеброда это те мужчины которые ни к чему не стремятся и паразитируют на женщинах да они пользуются женскими ресурсами женскими деньгами женской ответственностью наверное ключевые перечислил так вот как отличить я люблю развеивать мифы я люблю брать какой-то тезис который летает в умах большинства или в интернете и брать его разбивать пухи прах да как розовые очки а стену многие женщины что говорят мужчину нужно судить только по поступкам до или мужчина должен ухаживать и тем самым я пойму что я для этого мужчины точно нужна точно важно и что этот мужчина готов вкладываться в чем здесь очень большой подвох весь этот список ненормальных мужчин умеют это все делать классно относиться к девушке на первом этапе классно ухаживать и показывать поступки это большая проблема если вы смотрите только на поступки мужчины да вы можете как не ну я же симпатию испытываю еще мне есть какая этом испытываю классные ощущения к этому мужчине плюс поступки и даже этого недостаточно почему потому что в начале мужчины показывают свою лучшую версию рекламный ролик почему ну потому что так принято в обществе до что мужчина завоеватель и он должен стараться а женщина должна быть на первых этапах такой как будто бы недоступной как будто бы убегать как будто бы загадкой где-то видел такой тезис что вообще не слушайте что мужчина говорит я как психолог могу сказать наоборот то что человек говорит имеет очень большое значение вот вчера у нас разборы были в telegram и девушка говорит вот ярослав я с мужчиной была в отношениях два с половиной года и это вторые отношения в которых мне мужчина врет я говорю а в чем соврал он ну 20 на года у нас были классные отношения а потом он резко ушел к жене и бывшей жене и к ребенку и в этом было и вранье второго мужчины в первом случае было что-то подобное когда я начал задавать уточняющие вопросы я сказал окей а чем он тебе понравился он говорит но он ко мне классно относился глю понял и говорю открытые какие-то честные разговоры у вас были она говорит ну конечно я ему спрашивала я задавал ему вопрос какие ты видишь во мне минусы или что я могу в себе улучшить на что знаете что он ей отвечал ты идеальная не нужно ничего улучшать ты идеально девушка это принимала за чистую монету и как это приятно но если бы она послушала этот ролик в котором я говорю что важны не только ощущения не только поступки но и вот эти разговоры то что происходит между строк тогда бы она обнаружила что мужчина ей врет не через два с половиной года соврал он врал единой сначала потому что если мне женщина горит ярослав ты идеальный то вранье или если мужчина девушки говорит ты идеальная это вранье и если бы эта девушка умела внимательно слушать она бы обратила внимание что мужчина склонен к вранью и да это просто одна ситуация я говорю послушай скорее всего это не единственная ситуация где он врал но ты это почему-то игнорировала да ты почему-то на это не обращала внимание ты за его поступками и приятные ощущения с ним ты это игнорировал поэтому я считаю очень важно обращать внимание на то что человек говорит как говорит как реагирует в определенных ситуациях и это говорит гораздо больше о личности человека чем поступки и конечно же для этого нужно разбираться в психологии конечно же для этого нужно всегда работают над собой для этого всегда важно разбираться психологии отношений стать в этой сфере мастером и тогда для вас блин одна реакция одно слово или набор слов в разных ситуациях вам уже будет понятно что за этими словами какая личность человека стоит. Потому что, когда мы говорим про абьюзеров, тиранов, маменьких сынков, нищебродов, это же отражение личности. И для меня, например, очевидно, да, вот недавно там видел парня в заведении, я его до этого видел в соцсетях, а потом мы оказались в общей компании в заведении. Да, мы лично не общались, но я понимаю, что для меня очевидно, что этот парень нарцисс. Он видно, что он нарцисс. То есть, мне не нужно с ним, не знаю, годы общаться. Пока этот человек не поменяется, не осознает это, не пойдет в работу над собой, женщины будут с ним в отношениях страдать. Но да, они будут вестись на его внешность, на его веселость и на его поступки. Потому что игнорируется эта часть. А что мужчина говорит? Это не важно. Это не имеет значения. Главные поступки, главные отношения. Важно все. Как раз слова, я считаю, гораздо более важны, чем поступки. Хотя я не говорю, что поступки или действия мужчины не имеют значения. Я этого не говорю.